марк добрый вечер но не виделись не будем притворяться что мы не беседовали до начала эфира мы говорили про закон о кинематографе который российском кино российском кино да значит давай излагать свое видение излагать видение дело в том что этот закон в течение пяти лет все время вспыхивает как вот поговорили выступил какой-нибудь очередной депутат чаще всего от лдпр а почему от лдпр я объясняю потому что все глупые на все вся глупость по защите национальных интересов почему-то идет лдпр во вторых ты сказала не я потому что они все обучены они дискутируют по принципу они говорят значит вот нужен закон на российском кино нужны квоты вот квоты на зарубежные не нужны нет конечно нет они говорят нужны квоты ты им говоришь что мы уже там были с этими квотами и в советском союзе были квоты врали из глупо отчитывали генерала песчаных карьеров отчитывались за фильм коммунист к примеру поэтому это искажение вот действительно после этого с той стороны раздается крик вы предатель народных интересов и попытка сказать что-то их так обучили хорошо они говорят с тобой одновременно причем они кричат и то что ты говоришь уже они почему-то вызывают у зрителей по ту сторону экрана как зритель говорю больше интерес чем тот который спокойно хочет объяснить что это глупость что-то неправильно а почему это глупость а теперь вернемся закон о кино периодически он вспыхивает все время почему-то много говорят о законе российском кино но вспыхивает одна главная проблема квоты на показ зарубежного кино они доходят от малого до смешного как говорится сначала это было 70 хотя бы 30 процентов российского кино ну предположим хоть это разумно но вообще слово вот это глупость я сейчас объясню почему потом проходит год кто-то же должен новый засветится он говорит нет надо хотя бы по 50 процентов 50 процентов российского кино и 50 процентов зарубежного кино еще проходит год я вам говорю абсолютно точно можете это проверить по своим так сказать интернетом проходит еще год и сегодня вышли уже совершенно с идиотской цифрой это 20 процентов зарубежного кино и 80 процентов российского отсюда тут же возникает вопрос ну хорошо 80 процентов российского а зрителя где 80 процентов российского зрителя чтобы ходил на это кино потому что 80 процентов пока что российского зрителя ходит на зарубежное кино а почему-то они говорят что потому что в кинотеатрах нет российского кино и вот здесь они прав кинотеатрах нет российского кино да потому что кинотеатры то не наши американские они построены на деньги так сказать завезены из америки но это наши деньги это наши бизнесмены в 90-х годах так крутя выбросив полностью отечественные кинематограф с экрана заработали почему они выбросили то тогда потому что был голод на зарубежной америка тогда то есть это просто это рынок это рынок да то есть просто сняли наша на которой кстати еще в то время когда него сняли я крутил своего супермена и интер девочку я тебе должен сказать если я когда-то был миллионером то именно в эти годы на интер девочки и на супермене я заработал 13 миллионов долларов на минуту я был богаче березонского царство его небесное поэтому в то время если бы не выбросили вот так вот если бы не совершили мягко говоря преступления американцы же нам отдали непотребное кино они нам отдали кино с третьей категории то что они в африку для того чтобы нас приучить ну а зритель же не за что приучить именно к этой категории кати да потому что нам было все в то время зритель который не видел нормальное американское кино или видел его в десятом поколении через десять лет это избранные видели те кто искали его то конечно зритель попер на это кино и залы были полные и билеты я вспоминаю тогда же еще новых билетов не было не были вот эти десяти копеечные по третий категории и ты когда брал билет кино тебе давали простыню вот такую вот которая уже пять раз была списана и сожжена по официальным документам женя ты себе не представляешь какие-то деньги французы вот на этом даже не на плохого на хорошем американском кино построили весь свой кино смысле финансирование они брали 20 процентов с проката американского кино на развитие французского плюс поддержка так сказать собственными силами но у французов тоже хочу чтобы ты знал очень смешная вещь я когда приехал разбираться в 90-е годах в начале как же управляется французское кино и меня привели в комитет по кинематографии меня завели в комитетку где сидела 3 это при правительстве франции меня привели в комитетку где сидела три человека и вот это эти три человека управляли всем кинематографом франции я вдруг я тогда помнишь выступил против глаз кино я тогда вспомнил наш знаменитый год с кино с коридорами где сидят тысячи человек и где ты получаешь деньги или на фестивале или на кино и пока ты выходишь из этих коридоров ты уже их раздал все потому что тебе их дали вот ты упомянул березовского приходилось да с ним общаться да у нас пригласил один раз к себе в лаговаз на пятницкой там или где это ну да 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 на кого 100 пятницкой пригласил как бы на предмет разговора поддержки фестиваля российского кино кино тавр мы пришли с олегом а сенков 17 мы пришли да мы пришли вместе с ним кабинет полчаса перед нами бегали официанты ему подносили записки тот звонит от звонит он сидел с кем-то разговаривал нас из риск в то время изысканы напитками естественно янковский пил виски я пил водку я в этом разбираюсь да и через полчаса он сказал нет ребята я не буду финансировать кинотауры я его спросил а зачем вы нас позвали ну я хотел познакомиться и кстати он мне за это потом отомстил когда я получал там стила так что он жестко так когда я получал премию юнеско в юнеской филипп майорка и катрин денёв вручали мне это же с подъемом флага посол рыжов стоял все и когда все это сняли поцелуй катрин денёв и я маленький стоящий на на сцене этого зала на этого юнеско это все происходило то не то что вы вырезали не то что не показали он приказал смыть все это и мне пришлось привести катрин денёв в москву чтобы она повторила всю эту церемонию думаешь это решение лично березов нет этого даже не скрывалась оператор и женщина который ко мне очень хорошо относилась и и считала что ну два еврея как-то она себе не представляла почему сильная еврейская дружба понимаешь а сейчас она мне потом позвонил склад марки ты меня извини но ты не я просто при каждом порядке при каждом порядке приказали смыть это но кадры в эту разу по ассоциации сразу от березовской естественно к листьеву вспомнил 30 мы все знаем что это был блестящий продюсера отличный ведущий но ведь он с твоей подачи еще проявился как самый роскошной конферансе и вот сделал я просто почувствовал начал вот этот конферанс именно сведение церемонии ровнотабра вести его открыл до первых пять лет фестиваля я это вот это я называю продюсер я чутьем почувствовал соединив шпану догилеву такую арбатскую шпана она была шпанистая такая девочка актриса и такого мэтра как бы не как бы интеллигента в хорошем смысле слова вот я соединил это два вроде бы несовместимых вещей аристократ листьев и шпана долги ли это была лучшая пара за все годы до шикарный конференция шикарная пара и кстати убили листьева в девяносто этом году пера следующий день я приехал пришел к нему в кабинет договариваться о следующем фестивале улетел вечером на юг туда и пока я летел первого числа я узнал что его вот так произошло это поэтому листьев действительно я тебе должен сказать что он был по-хорошему сумасшедшим человек я вспоминаю нам надо было мы в нижнем новгороде у немцова тогда новый губернатор пригласилась и листьев я попросил листьева отвезти он был занят ему было очень трудно я помню как листьев сел в машину в два часа дня в москве и через несмотря на свою занятость при приехал по машиной нижний новгород отвел и в ночь уехал обратно потому что не было много дел здесь он в этом отношении несмотря на свою популярность известность не по востребованность большую он был удивительно мобильным человеком и очень коммуникабельно очень удобным в нем не было вот этой звездности он я тебе даже сказать что листьев никогда не просил у меня денег за заведение заведение на общественных началах он делал вот вот фестиваль то есть ему просто так нравилось ему так нравилось вот следующие уже просили а вот листьев не просил этих денег ему нравилась сама ситуация вот вот эту энергетику это было его поле он понимал что я делаю уже тоже то что он делал считал очень вас а тебе как кинопродюсеру не хотелось снять его вот в кино ты же тогда активно занимался я не видел в нем актера актера не видел в нем больше продюсера даже возвращаемся кино я ведь помню что ты писал путину письмо какой-то да я написал путины пункта я написал 15 15 лет назад путину письмо где были четыре пункта которые с удовольствием отмечаю и сегодня вдруг стали основными пунктами и когда я вступаю в дискуссии я говорю ребята но поднимите это письмо а путину владимир владимирович я хочу сказать владимир четыре года назад собрали клуб круглый стол и спросили у всех что такое единый билет и как сколько денег надо чтобы наконец этот билет ввести в систему управления кино а я считаю никто даже не понимает насколько это важный момент это первый этаж строительства российского кино но это объяснить сейчас объясню только я объясню я просто закончу что произошло года он спросил у всех застал все в прямом эфире он спросил сколько стоит электронный билет это кто-то там бросил просто от потолка ну миллионов шесть там он говорит ну давайте скинемся и завтра у нас будет электронный билет прошло четыре года где электронный билет я хочу его спросить вас обманывают владимир владимирович что такое электронный билет это касса в лавке магазина эту этот билет должен каждый директор кинотеатра или обица поставить в магазине поставить у себя в кинотеатре вот этот вот эту кассу когда продаешь билет а где-то стоит компьютер учитывая стекается это вот как он все это даже 6 миллионов не надо это каждый обязан вот как когда-то у нас торговали без кассы как угодно заставили сейчас всех поставить кассу ведь никто не спросил сколько стоит поставить в гипермаркете кассу тоже кто препятствует этому есть какой-то этому препятствует директора кинотеатра идет обман нету социологии кто кого обманывает обманывают кинотеатры государства мы не знаем мы не имеем никакой социальной программы мы не знаем на что люди ходят сколько народа ходит какие билеты больше берутся то есть для того а данные которые публикуются вот эти все обман великий фейсбук как он может существовать когда не вот во франции ты взял билет на картину какую-то всем видно что на эту картину посетила 40 миллионов человек у нас понять ходят ли на метро или ходят ли на цифры не публикуются а ну они обманные нету невозможно публиковать цифры когда нет единой системы учета похода в кино все равно не понимаю кто заинтересован заинтересованы кинотеатры они сдают гора у нас проходит картина которая в америке собирает я к примеру сто миллионов у нас поменьше территория у нас у нас билеты дешевле у нас билеты оказывается вот вчера мы дискутировали с одним депутатом госдумы лдпр у нас оказывается билеты дороже дороже чем в америке уже теперь дороже чем в америке в америке 8 10 долларов билет и только на премьерный показ 14 а у нас уже билеты от 500 до 280 вот и посчитайте у нас 15 долларов если ты хочешь по-человечески посмотреть кино а у них всего 8 10 и только на примерный показ а у нас всегда у нас нет у нас есть дневной сеанс на который можно взять подешевле билет но так как на дневной сеанс ну кто может пойти поэтому залы пустые у нас и на американское кино в общем то пустые зал днем вечером народ собирается поэтому четыре пункта единый билет я написал льготы на два года на рекламу потому что реклама идет мы совершили преступление к отечественному кинематом мы это кто кинематом мы это государство государство свое время девяностом году в лице трех министров ершова сизова и павленка ермаша сизова и павленка которые перешли работать к тагизаде в тис кино и выпустили на экраны весь американский вот этот никому не нужный ширпотреб они стали первыми организаторами неправительственного показа будет это так было смешно смотреть вот эти все трое которые запрещали вообще-то показ американского кино стали замами у коммерсанта тагизаде и они нас вывели все кинотеатры вплоть до удара по голове в парадный там это кому ударили меня меня лично я не знал что это было связано я думал что это был как я не знаю тоже с кем это связано но во всяком случае история я может быть наступил и тем и тем на пятку что я так и не узнал кто меня ударил в парадной вот этой пятиэтажки хрущобы где ты жил тогда на втором или на третьем этаже все говоришь у марка там борцы там особняки там была вот это вот он жил в соседнем доме на зоологическом какой андрон он когда подвозил или я его подвозил или он меня подвозил я говорил я вот здесь живу здесь моя квартира мы доврёшь ты на весь дом твой это хрущоба да я говорю просто неудобнее руководить бензоколов поэтому я повторяю мне трудно объяснить за что я получил по голове но то что одна из вещей вот это вот настаивание на том что надо я уже сказал что нас вытеснили из кинотеатров полностью убрав классическое кино хотя в то время на одном показе супермена мы заработали 13 но ты тоже говорила да в том что мне кажется что сейчас уже тинейджеры которые делают основную кассу вот молодежь они не хотят смотреть отечественное кино вот вам пример вот вы говорите не хотят вот вам пример метро да сделано и по всем это наше кино я кстати очень уважаю продюсера толстунова единственное что я не уважаю в наших продюсерах вот кино метро получила хорошие деньги на свой от фонда кино очень классный прокат сейчас не буду называть цифры потому что боюсь ошибиться но слышал от от многих что сумма зашкалила за все за все виды сборов когда-либо я спрашиваю а нельзя вернуть деньги которые дало государство чтобы оно могло дальше финансировать следующий проект понимаете я этот вопрос задавал уже два раза по фильму любовь морковь и по фильму теперь уже новый фильм при этом я очень уважаю этот проект его с парковой она собрала какие-то бешеные а почему нельзя было отдать этих полтора миллиона обратно чтобы оттуда финансировать так вот это в чем в чем гибель российского не в том что не ходят а в том что у продюсеров нет неадобности это все продавать ему дали деньги он их попилил немножко там раздал то дал да и дальше ему не надо возвращать эти деньги понимаете вот в чем отличие от американского у наших продюсеров нет мускулатуры потому что они не отвечают за деньги которые дают государства государства все время приду под видом поддержки отчественного кинематографа создавая фантастические проекты как который называется фонд кино ставили людей туда очень хороших я знаю толстикова как очень хорошего человека но первый вопрос который я задал а почему толстик но почему не дон дуре я к примеру почему не люди которые знают как обращаться с кинематографом вот сейчас поставили малышева сына малышева нормальный парень нормальный функционер выравшись кино от штанишек до и я верю в я слышу уже что теперь что-то будет разумно распределяться а так 4 миллиарда знаете вам ребята из этих четырех миллиардов 75 миллионов отдайте на содержание ветеранов отечественного кинематографа ну разве это плохо плохо не оттуда надо брать если дали 4 миллиарда на кино пусть 4 миллиарда на кино она или дайте 3 миллиарда 25 тысяч а 75 тысяч отдайте ветеран 650 видимо да ну да я просто говорю уравнивая цифры отдайте ветеранам но не давайте 4 миллиарда что потом каждый кто хотел а ну-ка ребята отстегните нам никита сергеевич говорит отстегните нам на содержание ветеранов а так это михалкова инициатива естественно естественно у нас все теперь инициативы исходят сергеевича михалкова но почему-то потом он говорит что он свои деньги тратит на поддержание ветеранов и так далее запутался 750 миллионов да ведь видимо дали дали миллиарды потом их распределили среди восьми или семи организаций а этим организациям кали скиньтесь по 25 миллионов на содержание ветеранов чтобы похоронить красиво будет это не на содержание если бы эти 25 миллионов дали и людям купили бы кому трудно или квартиру или действительно выделили постоянную какую-то пенсию хотя бы в районе 20 тысяч рублей не так много осталось я когда-то говорил что фильмы которые крутят одно из тоже предложение путину было что фильмы которые крутят на экране если бы 0 0 0 0 0 0 одну десятую процента этим старикам которые каждый раз представляют наше советское кино отчисляли на петлю не надо было кричать о бедственном положении путин-то прочитал твое письмо как не написали что что прочитал прочитал и отправил туда в исполнении нет отправил на рассмотрение туда где рассматривать это не хотя а кто рассматривает ну тогда был голутва там я думаю что сейчас ведь командует кино и иван демидов который я очень отношусь к ванне и мне его так жалко когда я его вижу на заседаниях по отечественному кинематографу и понимаю что это так скучно для него и во вторых думаешь я не то что думаю я опять задаю тот же вопрос при всем моем я с ваней знаком при всем моем отношении к ванне ну зачем тебе это надо но как толстиков так и демидов но почему они есть люди которые в этом разбираются они которые сидят и когда им говорит что-то герман царство ему небесное или кто-то другой хлопают глазами и не знают что ответить то же самое там же что она может не картинки разбираться а быть надо ну та быть нужно надо понимать экономику вообще мирового кинематографа надо задать себе вопрос почему американцы государство не дает ни копейки денег на американский кинематограф то же самое уже можем делать мы не давая ни копейки никаких миллиардов лоббировать лоббировать не стесняясь у американцев из слова лоббировании означает то что я со своим кино не приду к ним на рынок. Не пустят. Как генерно-рыночные бы отношения не были. Ну, не пустят. И все. Почему мы спокойно их запустили сюда, не взяв с паршивой овцы хотя бы шерстекло? Я имею в виду паршивую овцу не американское кино, а то плохое кино, которым они дают одну хорошую картину и пять плохих, которые мы должны тоже крутить. Вот с этого хотя бы 20%. Ты себе не представляешь, у нас был бы золотой кинематограф. Потому что ты представляешь себе объем, если бы это все, если бы это учитывалось все еще. Я тебе могу даже примерную цифру. Ну, можно это организовать? Или у нас такой человеческий материал, что... Это коррупционная составляющая. Причем очень серьезно. Почему быстро смахивают единый билет? Потому что как только его ведут, уже обманывать будет нельзя. Просто нельзя. Это сразу... Это как... Вот взял я билетик, все. Я проголосовал за за тот фильм, за этот фильм. А главное, что я сообщил государству, сколько денег оно получает в кино. Ты знаешь, мне кажется, что на каждое хитрое что-то найдется что-то с винтом. Мне кажется, что обмануть, если есть такая установка желания, смогут даже если будет и единый билет. воруют и в Америке диски, все остальное. Но! Там пять процентов, а у нас девяносто пять. Чувствуешь разницу? Обмануть всегда можно. Но когда создаются законодательные, технически обоснованные вещи, украдут! Ну, на пять процентов. За что будет цифра? Я понял, что все надо отдать в руки Марку Руденштейну, потому что он знает, как это сделать. Я всегда, я даже этому депутату сказал, я пойду к тебе в помощники, чтобы ты не подставлялся так, как ты подставлялся. Все, давай за это тогда и отхлебнем все. И заодно у тебя день рождения прошел, заодно и с прошедшим днем рождения тебя. Успехов тебе! Спасибо. На твоем поприще. Что, уже закончилось? Да! А ты боялся! Я не боялся, но 24 минуты прошло. А ты боялся! Продолжение следует... Продолжение следует...